Мы не начать наш сегодняшний день с Владимира Путина, с президента Российской Федерации, который накануне написал огромную пространную статью про то, что россияне и украинцы на самом деле один народ. В общем, наверное, он еще белорусов подразумевал, под народом и, соответственно, малоросов. И, что удивительно, это одна из немногих статей президента, которая публиковалась на сайте Кремлин.ру на двух языках, на русском и украинском. И суть этой статьи, в общем-то, сводится к тому, что на самом-то деле мы один народ, а есть некие силы, которые эти два народа разъединяют. И что же это за силы? 2014 год, да, западные страны, НАТО, вот они все сделали для того, чтобы россияне и украинцев враждовали, а действующие украинские власти. Ну, в общем, все понятно, это довольно привычная для президента картина. Он об этом и на прямой линии, собственно, это выполнение обещаний. Вот президент, выполняет обещания, он дал на прямой линии слово, что напишет большую статью об отношениях России? Написал. Какие вопросы? Можно верить человеку, обещает, делает. Ну и, конечно, давайте обсудим эту тему. С нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, доброе утро, слышите ли вы студию? Доброе утро, слышу. Доброе утро. Кирилл, складывается ощущение, что президента перестали интересовать какие бы то ни было другие темы, кроме как отношения с Соединенными Штатами и Украина как объект этих самых отношений. Так ли это? Почему вновь президента заботят? Понятное дело, что статью вряд ли он писал сам ручками, но так или иначе общие тезисы его. Неужели его действительно, кроме как Украины и переговоров с Байденом, больше вообще перестало интересовать хоть что-то? Ну, вы знаете, мне кажется, в этой статье еще важен очень пространный исторический экскурс. Там очень много подробностей. Там упоминается Речь Посполитой, события начала 20 века и пресловутые польские и австрийские штабы, в которых, значит, украинскую ненависть к Москве и к России якобы изобретали. Поэтому, мне кажется, кроме традиционной для Путина геополитики, интереса к ней, здесь еще есть претензии на то, чтобы стать главным российским историком. Я уверен, что мы сейчас находимся в такой общественной ситуации, когда такие тексты Путина, они просто буквально будут входить в школьное образование. Не знаю, придется ли школьникам учить эту статью наизусть, там какие-то избранные цитаты. Но, безусловно, в следующем сезоне мы в учебниках, в школьных программах вполне это можем увидеть. Это отражает такое двойное, мне кажется, бегство от реальности Владимира Путина. С одной стороны, он действительно гораздо больше интересуется вот этой великой шахматной доской, как говорил бы господин Дзижинский, чем событиями внутри, не знаю, какой-нибудь Пензенской области. Вот там совершенно неинтересно все, что там создает проблемы людям. А вот, да, Украина, Польша, США – это гораздо более важные вещи. А второй элемент бегства от реальности – это то, что, конечно, мы вообще понятия не имеем, что мы можем сказать о будущем. А в будущем у нас вопрос о будущем вообще снят с повестки дня уже лет 10, наверное. Судя по всему, мы просто живем в самой прекрасной из возможных версий Российской Федерации, согласно официальной пропаганде. Но зато мы тщательно углубляемся в историю и пытаемся создать какой-то такой нарратив о прошлом, который объяснил бы, как мы пришли в эту точку. Почему мы здесь находимся и почему мы должны на этой точке максимально долго сидеть. Почему Владимир Путин находится на своем месте легитимно, законно и прославлено в веках. Кирилл, у меня вопрос больше обывательский. Скажите, пожалуйста, кому кроме школьника вообще это нужно читать? Насколько этот текст действительно содержит какую-то уникальную информацию? Или этот жанр, в общем-то, дублирует все эти мысли, которые мы получаем в других источниках информации? Вы знаете, если читать вот этот текст вне контекста, вне контекста того, что это написал Путин в 2021 году, ну или там утверждает, что это авторский текст Путина, не знаю, наговорил он его, подписал, все что угодно он сделал, под ним стоит его фамилия, то текст достаточно банальный действительно. Он состоит из пересказов, ну такой как бы патриотической версии Википедии. Вот несколько раз, я знаю, пытались создать патриотическую версию Википедии, где представлены правильные, не разные, а именно правильные взгляды на наше прошлое. Вот такой бы текст мог лечь в основу первой такой статьи в этой патриотической Википедии, в Большой Российской энциклопедии, не знаю, как ее называть. А с другой стороны, там много очень таких как бы общих слов и таких привычных нам оценок. Мы уже слышали про единый народ и про то, что какие-то враждебные силы украинцев от нас оттаскивают. Но, да, и кому это надо читать, это, естественно, статья, с одной стороны, предвыборная. То есть, очевидно, что у нас, если мы помним, у нас пятерка единой России построена ровно вокруг этих тезисов. Шойгу и Лавров поведет, вооружившись вот этим манускриптом со статьей Путина, поведет наш народ в прекрасное будущее на выборах в сентябре этого года. А с другой стороны, это статья, ориентированная на Запад, конечно. Я уж не знаю, какой там она эффект произведет, вряд ли уж слишком позитивный. Но российские власти довольно открыто сейчас предлагают провести в каком-то формате такую вторую ялтинскую конференцию, которая бы позволила бы разграничить сферу влияния, определиться, значит, где вот как бы заканчивается западная полномочия, и где простираются в полномочия зоны влияния Российской Федерации. Мне кажется, что ментально Владимир Путин находится в середине прошлого века по своим амбициям и по своей риторике. Но при этом, да, я хочу сказать, что в этой статье есть довольно зловещий смысл и достаточно конкретный. И тоже его не надо упускать. Он стоит за банальностями и связан с контекстом, в котором эта статья появилась. В каком? Ну, дело в том, что, да, условно говоря, с точки зрения Украины, давайте я так мягко скажу, потому что у нас здесь есть уже известные ограничения, связанные с такими высказываниями, да, с точки зрения Украины и некоторых других стран, Россия находится в состоянии необъявленной войны с этой страной уже 7 лет. Вот. И в этом контексте писать вот этот текст, это, в принципе, объяснять, почему вооруженный конфликт и аннексия территории, присоединение территории, почему это, в принципе, легитимно, правильно, и Кремль всем доволен и все сделал хорошо. В статье разлита буквально основная мысль, которая заключается в том, что единственное настоящее государство на постсоветском пространстве – это Российская Федерация. Она не только юридическая правоприемница Советского Союза, она как бы наследница вот еще Московского царства, собирательница этих российских земель, а все остальные, по большому счету, самозванцы и такие недогосударственные образования. Я бы на месте, кстати, читателя этой статьи взволновался не только бы в Украине, не только бы в Беларуси, но и в Казахстане, например. Хотя там ничего не говорится про такой четверо-единый казахско-русско-украинский и белорусский народ. Но тоже можно волноваться. Но разговоры шли даже полгода назад. Я помню, возникали в различных патриотических ресурсах статьи о том, что Северный Казахстан на самом деле часть российской территории. И Путин, когда под Новый год давал одно из своих интервью, также обмолвился, с одной стороны, подразумевая Крым, с другой стороны, в том числе, многие в этом усмотрели претензии на Северные территории нынешнего Казахстана. Ну, в этой статье там есть просто конкретные тоже указания. Там есть этот тезис «С чем пришли, с тем и уходите». И если так смотреть, то есть с чем республики заключали союзный договор, с тем они должны были и выйти из союзного договора. Это такая крайне специфическая интерпретация и союзного договора, и Беловежских соглашений, фактически генонсация соглашений 1991 года. По этому принципу понятно, что Украина должна просто половину своих территорий была потерять в 1991 году. В первую очередь, восточную Польшу бывшую, как у нас в нашей историографии называли, это все западной Украиной, присоединенной в 1939 году. А Россия формально тоже должна была многие территории потерять, которые она получила после 1922-1924 года. Но Путин, как я понимаю, считает, что нет, что Курилы, Карелию, Выборг и Калининградскую область мы, естественно, никому отдавать не должны, потому что мы как раз правоприемники, мы настоящее государство, мы наследники Советского Союза, и, в принципе, все, что было получено, должно оставаться с нами, в отличие от этих полугосударств, псевдогосударств, этих союзных республик. В общем, мне кажется, страшный тезис заключается в том, что, грубо говоря, если совсем коротко его сформулировать, все люди на постсоветском пространстве, все ресурсы на постсоветском пространстве, согласно этой статье, по праву принадлежат Москве. Те, кто не хочет отдавать себя под символическую или реальную московскую власть, они являются буквально предателями чем-то средним между Мазепой и Бандерой. Вот эта вся историография есть на постсоветском пространстве, как и в целом в мире действуют две силы. Это московская власть, представленная в актуальном мире Российской Федерации, лично Путиным. И западные кукловоды, манипуляторы, которые людей от этого прекрасной власти оттаскивают и настраивают их против. И вот в этой битве всем нужно определиться на какой-то стороне, на стороне легитимного настоящего имперского государства, или ты предатель и враг, с которым нужно по всей строгости вот этих суровых времен разбираться. Полностью Путин отрицает возможность за людьми сохранять какой-то выбор, с кем они хотят быть, какую политическую систему они хотят строить. Просто там нет слова «русский мир», но в принципе это старая история про то, что за пределами Российской Федерации лежит неограниченное количество территорий, людских ресурсов, которые нам принадлежат по праву. Я прочитал эту статью так. Но в этом смысле, поправьте, если я не прав, вот что мне показалось интересным, что не отрицается дальнейший пересмотр нынешних границ. По факту об этом Путин тоже упоминает, что сейчас то, что мы называем Украиной, то государство, обрамленное теми или иными границами, оно тоже не совсем точное, потому что раньше, испокон веков, как Путин любит говорить, границы были другими, и, соответственно, и сейчас они должны быть другими. Правильно ли я понял из того, что написал президент или его помощники? Мне кажется, там есть такая ложная дилемма. Если Украина хочет сохранить свою государственность, свой суверенитет, то она как бы должна дружить с Россией, причем на условиях этой России. Но фактически она должна быть российским сателлетом, какой-то ассоциированной с ней территорией, связанной общими историческими, экономическими и политическими проектами. Если Украина... Там есть такая скрытая угроза. Если Украина и, на самом деле, кто угодно еще на постсоветском пространстве не хочет с Россией дружить, то тогда действительно мы можем вспомнить вот этот принцип, с чем вы пришли в 22-24 год при заключении союзного договора и потом подписании Советской Конституции, с тем, пожалуйста, и уходите. И все территории, которые были после этого момента получены, они, в общем, являются либо ничейными, либо российскими, либо нужно по этому поводу собирать... Этого нет в статье, но в этом тоже контекст, либо нужно собирать какую-то специальную конференцию международную по поводу того, что с этими территориями делать. И это очень серьезный наброс на передел карты Европы. В принципе, Российская Федерация этим занимается последние 7 лет на примере Крыма. Вот. Действительно, Путин в этой статье себя предлагает не сдерживать. И нету причин, почему этот пересмотр не может продолжаться. Что ж, звучит достаточно тревожно. Спасибо большое. С нами был Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но дождь — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента. Под подпиской на нашем сайте открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.